Знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Всем доброе утро, здравствуйте, продолжается Утро на Болткоме, Олег Пек Александр Шунин вместе с вами. Вот уже долгие годы, в Латвии нет обязательной военной службы, и вообще, в принципе, считалось, что профессиональная армия – это тенденция современного мира, и что переход от всеобщей воинской обязанности к более узкой, профессиональной, узкой специализации военного дела – это говорит о современном уровне армии. Тем не менее, мы видим, что бросают вызовы нам то, что происходит нынче в мире, и высказал господин Пабрикс инициативу о том, что необходимо вернуть обязательно военную службу. Да, в течение пяти лет сделать переход к обязательной службе на первом этапе ряды национальных вооруженных сил ожидается пополнит тысячи новобранцев, причем в первый же год, а в целом через пять лет мы бы хотели иметь, по словам министра обороны Пабрикса, 40-50 тысяч человек, готовых к кризисным ситуациям. Конечно же, мнения в латвийском обществе разные, кто-то однозначно поддерживает, кто-то строго выступает против, причем не в том смысле, что не пойду родину защищать, а в том смысле, что это не требуется в современных условиях, именно в войсках, в армии 21 века, что это будут деньги, выброшенные на ветер, и если уж речь идет об обороне, то в современном мире нужно думать о других вещах. Мы позвали эксперта генерала в отставке Карлиса Креслинша обсудить этот вопрос с ним. Господин Креслинш, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Прежде всего, первый вопрос. Вам, как профессионалу, оцените, пожалуйста, идею господина Пабрикса. Как вы считаете, правильно ли она? Я оценю, но я немножко, так сказать, приведу некоторые факты. Когда была финская война, финны свою независимость сохранили. И с этого времени они все время придерживаются к тотальной обороне. Первое. Второе. Латвии в 1940 году было, тратили, кара министрия, военное министерство 25% от бюджета. От бюджета в среднем. Было 140 тысяч человек могли вооружить. Было 60 тысяч айсарбин, ну, как заместятся сейчас. Которые получали деньги не из военного министерства. Вот это факты. Результат мы знаем какой. Следующий момент. В 93-м году я написал научно-исследовательскую работу, какие должны быть национальные вооруженные силы, и послал в НАТО. Ну, там НАТО-конкурс. Я выиграл этот конкурс, получил премию в 7 тысяч. Какие должны быть вооруженные силы? Но это было до вступления. Пойдем дальше. Когда я стал начальником 5-го департамента, его создавал и стал, это политики планировать, департамент, мы рассчитали, как должны развиваться вооруженные силы, как получить для военного времени 50 тысяч. Эта вся информация есть вот в этой книге. Вот сказал код Латвии. Домашняя моя страница, эта книга есть, может любой посчитать. Там было рассчитано в год, сколько надо готовить офицеров, прапорщиков, сержантов, цивильных, таких рядовых. И по годам было все рассчитано. Все это было и связано с деньгами. Все это было. Но это было до вступления. И последний момент, когда уже мы вступили в НАТО, я вместе с генералом литовской армии, командиром литовской армии, Грибовской армии, извиняюсь, с генералом, мы были в Балдефенс Колледже и читали лекции. У него была лекция, чем отличается тотальная оборона от коллективной умной обороны. И там были следующие заключения. Тоже эти материалы есть в интернете, и все можно заключить. Срочная военная служба, ну, обязательная военная служба, это как вот в одной и другой ситуации. Его вывод был такой. В принципе, срочная военная служба может быть и при коллективной обороне, и при тотальной обороне. Ну, это у кого какие деньги, какие возможности. Но, там несколько пунктов. Но одной из главных был этот пункт, что создавать большие резервы при коллективной обороне, это бессмысленно. И вывод его был в его лекции, можно сказать, такой. Коллективные силы обороны могут вести территориальную защиту. Территориальные силы не могут вести коллективную оборону. Это его вывод. Но там было несколько. Я с этим согласен. Так что, в принципе, вопрос заключается в том, что мы вот после 2006 года, когда мы отказались от срочной службы обязательной, мы тогда, я считаю, это обоснованно отказались от этого всего дела. И мы ввели вместо этого в школе, ну, не вместо этого, но в связи с этим в школе военное это обучение. Но она еще вводится. Я еще был в парламенте, когда начали вводить. Я считаю, это очень удачный был ход. Что это знакомит, как бы, молодых людей, что такое воинская служба и так далее, как развести костер в лесу, как выживать и спать в лесу и так далее. Какие это основы. И дальше, конечно, есть Яунсардзе, Земесардзе. Это возможность людей участвовать в системе обороны Латвии. Но здесь нужно отвечать. Вот тут есть это отличие, что есть коллективная умная оборона и есть тотальная. И мне возникает вопрос, почему так много уделяют без анализа внимания, скажем, то, что учиться надо, то, что происходит в Украине. Ну, мы можем, конечно, и раньше смотреть. Триднестровье, Грузия, в Украине, начиная с 2014 года и сейчас. Но эти страны не НАТОвские страны. Это не НАТО. И это не НАТО, не НАТО участвует в прямую в боевых действиях. Если учить говорить, это многие высказывали, ну и подумайте, любой человек, подумайте о том. Если, брат, я не говорю сейчас про такое кодолокару, ядерное оружие, применение такое большого масштаба или тактическое ядерное оружие. Пока ядерное, я откладываю в сторону, конвенциальная война. То, в принципе, против НАТО ни одна страна, ни сообщество не может выиграть. Это самоубийца. Самоубийство. Кто начнет войну против НАТО? Ну, сравните, хотя одну цифру назову. Если военный бюджет только АСВ с 770 миллиардов долларов. Ну, например, в России это раз в 10 как минимум меньше бюджет. Ну, так понятно, какие силы. Я не говорю про технологии и так далее. Это возникает вопрос. Да. При всем при этом с вами невозможно не согласиться, но ведь речь, если я правильно понимаю, поправьте, если я ошибаюсь, речь идет о том, чтобы, грубо говоря, продержаться то время, пока не подойдут остальные силы. Вот это коллективная оборона, тот самый пресловутый пятый пункт. Если, не дай бог, нападут, что мы будем делать, сколько у нас есть условных штыков и умеют ли люди с этими самыми условными штыками обращаться? Хорошо. Отвечаю на вопрос. Вот это тоже у людей создают неправильное впечатление. Пункт первый. Я служил в авиации. И в авиации разные степени готовности. Начиная, сидишь дома, сидишь в аэродроме, сидишь в самолете, находишься в воздухе. Это разные степени готовности. Значит, сейчас НАТО есть НАТО силы реагирования. Есть, в принципе, и НАТО мгновенного реагирования, когда там 48 часов и так далее. В принципе, когда я был начальником штаба, я говорил о этом плане, оперативный план, как там встречаться и так далее. Ответ у меня был с Брюсселя очень простой, с НАТО штаба, что, в принципе, информации разведывательной будет достаточно, чтобы к этому времени подвести силы, уже подготовиться. Это вот один момент. И нам надо быть готовым, чтобы мы, как принимающая страна, если что-то случится, и такие учения мы проводили, чтобы мы знали порты, аэропорты, железные дороги, дороги, где размещать, вот когда придут на помощь, это должно быть готово. Вот это очень важно. А дальше насчет времени. Ну, давайте вот времени посмотрим. Вы сейчас объявите тревогу и посмотрите, за какое время может Зенесарс, который работает в сельском хозяйстве или строитель, за какое время он может прийти, встать в свой батальон и защищаться. Окей. Но я считаю, что в принципе, я как сказал, самоубийца, человек, террорист, это да, известно, сколько хочешь, но чтобы страна начинала, зная, что она проиграет. Или НАТО уже отказалось из того, что она будет все участвовать, все силы, потому что мне очень поразило то, что на НАТО саммите премьер-министр Эстонии сказал насчет 180 дней. Это вообще непонятно тогда. Что НАТО изменило, уже нету коллективной умной обороны. Что такое случилось? Какие 180 дней? Если должен ответ быть мгновенный, в принципе, ракеты, самолеты и так далее, эти 300 тысяч, которые, они в готовности, ну ладно, не мгновенно, они за час прилетят, но прилетят. И кто начинает эту агрессию, надо ему понимать, что ответ будет и ты будешь уничтожен. Ну силы-то не одинаковые. Это не Украина. Еще раз говорю, это не Украина, где, в принципе, силы, конечно, Украины были даже поменьше, чем сосредоточено у ее границ. Это не Украина. И технологии, техники и так далее, что имеется у НАТО стран, это однозначно удар будет и враг, кто посмеет напасть на территорию НАТО будет уничтожен. Если говорить, могут захватить, могут. Латвию могут, это за пару часов, за сутки может захватить и ничего не среагируешь. Только последствия какие будут. Конечно, можно ракеты пустить по Ригу и Ригу уничтожить. У нас сейчас самолеты летают, это, ну, НАТО какая-то умная оборона, не наши самолеты истребить. Но других, ну, такого система, чтобы перехватила ракеты и все, которые полетят, если захотят пускать в большом количестве, конечно, невозможно. Только вопрос заключается, какая цель нападающей стороны, что достигнут. Чего достигнут? Ты после этого будешь уничтожен. Ну, что, я говорю, самоубийца человек, да, у него там свои мысли. А самоубийца страна, это, я не считаю, что не может. Таким образом, вывод получается, что усиление контингента НАТО, это более действенная мера, чем тратить десятки миллионов на обязательную военную службу, на ваш взгляд. Так? Сто процентов. Потому что это, конечно, это неплохо. Вот я, как говорю, и как говорил Кранкайтиз, Кранкайтиз, генерал Литовский, который пришел с Америки командиром Литовских вооруженных сил. Конечно, можно призывать срочную службу все это проходить, это можно, но это стоят деньги довольно большие. Рационально ли кост-эффект, насколько будет это эффективно использовано, эти деньги, что в других местах, если есть денег, столько, сколько никогда не было, ну окей, можем и такое делать. Но я считаю, что в принципе надо о другом. Вот то, что базы, сейчас полигон надо дополнительно строить, то, что мы должны быть готовы при необходимости принять, как я говорил, все порты и так далее, дороги, железные дороги, склады и так далее. Это да, это надо тратить. Надо тратить, конечно, киберзащиты и так далее. Это в той области, где технологии и так далее. Это все надо. И профессиональную армию надо подготовить на высоком уровне, что это действительно были профессионалы. Создать бригаду, что и командир говорил, и об этом был разговор, что бригада была из профессионалов. Да, это дело. Потому что есть разные миссии, которые в мире, но надо будет участвовать и так далее. решение ООН, и НАТО может давать свои силы, чтобы исполнить решение ООН. Там посылать надо вооруженные силы. Что? Раньше мы Балтбат был, Балтийского батальона, роту посылали, там батальон. А сейчас, может быть, и бригада развивается. Но это профессионалы. То, что Земесарзе иногда там участвует, но они тогда тоже тренируются, они переходят реально на то время, как стадию профессионалов. Это тоже надо не путать. То, что он пришел, откуда пришел, это одно дело. В принципе, они готовятся как профессионалы, чтобы участвовать в таких миротворческих миссиях. И продолжение обучения в школе, это, в принципе, тоже хорошее. Это очень хорошее. Это 100% я поддерживаю. Это очень хорошее, потому что молодые люди и девушки, и мальчики, но должны познакомиться, что такое есть и оружие, я говорю, они не только оружие, это уже в старших классах, а так, в принципе, как в лесу, как костер развести, как выжить, ну, как там палатки развести. Им надо такие навыки, в жизни это всегда пригодится. И, значит, понять, что такое страна, что есть защита страны, что так происходит, и такое обучение тоже. Ну, в принципе, в последних классах они имеют там с воздушных, с мелкалиберных винтовок и стрелять учатся, и потом кто-то из них захочет продолжить службу или в СМСАП, или пойти в академию и стать профессиональным военным. Окей, я очень это поддерживаю. Ну, вот как раз... В Литве, да, извиняюсь, еще. В Литве, когда ввели, как бы, добровольную, срочную службу, и мы там были с парламентом в Литве, я спрашивал, а почему вы это ввели? Они сказали, мы ввели того, чтобы не могли рекрутировать необходимое количество военных, военных, для профессиональной армии. Ну, сегодня утром я слушал, командир тоже, по латвийской первой программе, сказал, это проблема. Ну, да, это возможно. То есть, это не самый дешевый, лучший способ, чтобы рекрутировать, чтобы заставить почти всех, ну, или призывать всех проходить службу. Ну, и кто-то, может, надумает. Но я говорю, как в школах обучения, есть другие способы. Именно об этом я как раз и хотел спросить ваше мнение. Слова Леонида Калнынша, командира национальных вооруженных сил, который сказал, что, да, последний год проблемы с рекрутированием, обычно человек 300, а в этом пока 98. Все, что вы говорите, оно прекрасно в мирное время, и не обязательно как раз-таки, а контрактная служба, это хорошая, может быть, карьера для молодых людей, и девушек в том числе. Но что делать в такие кризисные ситуации, как сейчас, и как раз по словам Калнынша, предложение Пабрикса, это очень хороший способ привлечь людей к обороне страны, добровольно-принудительно, что называется. В этой связи, ну, есть пример Израиля. Там служат все в обязательном порядке, и мальчики, и девочки, потому что война, в принципе, она не кончается, она там каждый день. На ваш взгляд, не стоит ли все-таки нечто подобное практиковать и в Латвии, по крайней мере, пока есть хотя бы призрачная, но все-таки угроза? Нет, не стоит. Потому что вот здесь я еще раз говорю, вот Министерство обороны чем не дорабатывает? И что мне вызывает всегда такое, ну, злость изнутри? Это разные вещи. Израиль одна, она не в НАТО. Это страна, ей действительно каждый день приходится защищать свою территорию. Это было и Финляндии, когда она сама защищала, и после этого она тотальную оборону. Она привлекала, она готовилась к тому, что ей одной большой вероятностью придется защищать свою территорию. Это одна ситуация. Да, так надо. Но для того мы и вступили на то. И когда я еще в парламенте спросил у посла Соединенных Штатов Америки на соседании комиссии, я говорю, ну, я так знал, конечно, но я ей на всякий случай спросил, скажите, пожалуйста, вот как распределить оборонные средства, сколько на коллективную оборону и сколько на самооборону, ну, для себя так сказать. Она посмотрела, говорит, генерал, господин генерал, ваша самооборона это и есть коллективная оборона. Это и есть коллективная умная оборона. Поэтому, в принципе, при НАТО надо решить. Там есть форс-гоу, развитие, какие вот должны быть цели развития вооруженных сил. Каждая страна может взять, ну, есть какое-то обязательство, то, что 2% и так далее, это, как говорили, это не про это раствор. Но с каждой берет, например, ну, скажем, Латвии, у вас должен быть, когда-то был батальон профессионалов, там, скажем, бригада профессионалов, у вас, скажем, должно быть разминирование специалистов, потому что и море заминировано, и сухопутные войска, вы готовите специалистов, как Чехия готовит специалистов от оружия массового уничтожения. В каждой стране практически есть какие-то центры, как киберзащиты в Эстонии, сояспециализации, в Литве и так далее, а у нас вот по коммуникации. Понимаете, вот каждый распределили, и это есть коллективно умная оборона, что мы не собираемся покупать истребители, потому что, ну, у нас не хватит средств. У тех стран НАТО, у которых истребители есть, они здесь приходят на дежурство. Так, в этом-то есть умная оборона коллективная, что вместе все НАТОвские страны имеют столько вооруженных сил, что этого хватает. Этого хватает и не количество, а качество. Еще такую, как цифру могу назвать, Северная Корея, миллион двести тысяч военных, это что, угроза? Ноль. Это количество, миллион, два миллиона, это наше время, 21 век, ноль. А угроза ядерное оружие. То, что будет, вот это угроза. Поэтому, и если взять Ирак, как было и так далее, не количество решает, а решает качество. Вот это в 21 веке, это не 20 век, а в 21 веке качество. А то, что в Украине происходит, ну там воюют практически так, как в 20 веке воевали. Пушки, танки и так далее. Это немножко другое. Ну, современное тоже начинает приходить, но пока это такое в пути находится. И Россия использует всю старую технику, которую привели Варшавский пакт, был с всех этих стран, скажем, той же самой восточной Германии. я сначала думал, куда же это будет все девать, но сейчас они используются на поле боя. Господин Креслиниш, наше время в эфире истекло. Огромное спасибо за комментарии, за ваши рассуждения, за информацию. С нами был военный эксперт генерал Карлис Креслиниш. Еще раз огромное спасибо и всего доброго, хорошего дня. Хорошего дня. Спасибо вам, вам тоже всего хорошего.